Я бы не сказал, что Лолита обижена, конечно, она находится в подавленном состоянии, но это вряд ли можно назвать приятным событием в жизни, расторжением брака, особенно когда это все можно сделать было тихо. Мы, ну, в частности, я давно знал о предстоящих событиях, но мы очень надеялись, что удастся, как это, кстати, часто бывает, очень многие люди публичные разводятся через АКС, и общественности это становится известно спустя только длительное время. Можно было то же самое сделать и здесь. Мы на это очень сильно рассчитывали. Но мы понимали, что Иванов может подать иск и мониторили сайты судов, мировые суды, районные в случае, если он заявит о разделе имущества. И, к своему удивлению, ну, в принципе, мы это предполагали, мы увидели, что зарегистрирован иск, тут же мы пришли, ознакомились с материалами дела, удивились формулировки, что якобы Лолита уклоняется там от похода в ЗАГС. Вот мы пришли на заседание, но истец не явился, что для суда тоже удивительно. Ответчик может не явиться, да, на заседание. Но, естественно, человек, который инициировал судебный процесс, не явится на заседание, ну, на мой взгляд, это как минимум неуважительно к самому суду, наверное, да, так и непосредственно к оппоненту, учитывая, что, к сожалению, дело приобрело общественный резонанс. Определённые последствия юридические, но я не хотел бы добегать вперёд. Мы для начала представим встречное исковое заявление, представим доказательства, и всё-таки надеемся, что сам Дмитрий придёт и как-то выразит свою позицию относительно своего иска и относительно нашего предстоящего встречного искового заявления. Это несколько миллионов рублей, по нашей информации, Иванов просит за то, чтобы рассказать об обстоятельствах совместной жизни с Лолитой. И тогда всё это выстраивается в единую цепочку, да, то есть был подан иск, чтобы создать ажиотаж, дальше определённое внимание к этому приковано, ему поступают предложения, он выставляет определённые условия для участия. Ну, видимо, для него это один из способов заработка. Да, эти факты о недобросовестности Иванова появились недавно, потому что Лолита всё это время верила, что действия и то, что делает Иванов, искренне, и она надеялась и верила, что у них существует семья. И вот буквально недавно у Лолиты был юбилей, я тоже на нём присутствовал, Дмитрий говорил такие тёплые слова, многие из присутствующих прослезились и думали, вот, семейная семья крепкая, и всё хорошо. Но после вот как раз подачи иска в суд, когда стало понятно, что Иванов, к сожалению, действует вопреки общим интересам, мы стали проводить определённую работу для того, чтобы понять мотивацию, каково же было наше удивление, когда стали появляться факты и обстоятельства, которые говорят о его недобросовестности. После того, как Лолита с этим ознакомилась, было принято решение как раз подать речное заявление о признании брака фиктивным, но Лолита не преследует очень много, кстати, полемики в интернете, для чего это нужно Лолите. Многие подозревают, что Лолита хочет признать брак фиктивным, чтобы не делить имущество, но это не так, потому что есть брачный контракт, и, в общем-то, там всё урегулировано. Просто Лолита, как мы все знаем, она правдоруб, и если есть какие-то обстоятельства, она хочет идти до конца и доказать их установленным законам порядка, чтобы раз Дмитрий сам инициировал суд, но чтобы страна узнала, в общем-то, что и как было на самом деле. Поскольку Лолита мудрый человек, то какое-то время назад, она об этом сама рассказывала, был оформлен брачный контракт, но мы не исключаем, что Дмитрий попытается как-то его, может быть, оспорить, или, несмотря на наличие брачного контракта, заявить о разделе имущества, поэтому мы, что называется, на чеку, и каких-то сюрпризов вряд ли он нам сможет сделать, но раньше только неприятный какой-то осадок, который, безусловно, есть у Лолиты, она, конечно же, очень переживает, а учитывая ее плотный концертный график, ей, конечно, тяжело дарить людям радость, но она, тем не менее, это делает, и ей это требует больших-больших усилий. Поэтому давайте пожелаем.